Здравствуйте, это программа Город С, меня зовут Ян Налимов. Как реестровая ошибка мешает собственнику земельного участка? Сегодня мы обсудим, что нужно сделать, чтобы быстро и комфортно устранять ошибки в записях реестра недвижимости. Кто их устраняет и в какой срок? В нашей студии заместитель директора, главный технолог филиала ППК Роскадастер по Самарской области Евгения Дроздова. Евгения Васильевна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Здравствуйте, Ян. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С ответным словом мне тоже очень приятно всегда приходить сюда. Очень конструктивные диалоги получаются. Давайте тогда сразу начнем с предметного диалога. И для начала скажем, что такое реестровая ошибка и как ее отличить от других ошибок? И как понять, что есть ошибка в принципе в записях реестра недвижимости в моем объекте? Хороший базовый вопрос. Знать об этом нужно, я думаю, каждому. Я разъясню на конкретных примерах, поскольку мы разговариваем не с юридической аудиторией, а с обычными людьми. Вообще все ошибки делятся на два вида. Технические и реестровые. И вот техническая ошибка – это ситуация, когда, к сожалению, ошибся специалист, который работает с вашими документами. То есть вы пришли, принесли документы, у вас написана буква «А», к сожалению, человек напечатал букву «О». Это техническая ошибка, она достаточно легко исправляется. Это, что называется, человеческий обычный фактор. Как правило, вы это видите, обнаружили в выходных документах, что в фамилии, например, опечатка, исправляется она очень быстро, и способы известные. Вот, реестровая ошибка – это немножко другая ситуация. Эта ошибка всегда воспроизведенная. То есть ситуация, когда в Росреестр, в Роскадастр поступили документы разными совершенно способами, и внутри этих документов уже содержатся ошибочные сведения. Кто их внес, когда их внес – это уже вопросы следующего порядка. Но вот такая ошибка, которую кто-то когда-то допустил, положил ее, так сказать, в документ, а мы ее воспроизвели в реестре из этого самого документа, вот она всегда реестровая. Естественно, для того, чтобы исправить ошибку, вы как человек с весьма логическим мышлением понимаете, что раз ошибка в документе, который я принес, то исправить нужно не только в реестре, но и в том документе, который я принес. Ну, это, собственно, главное, да, в исходнике. Совершенно верно. Вот примерно так выглядит реестровая ошибка. Ну, а для собственника, конечно, это не самая удобная вещь. И относительно того, а как понять, у меня есть ошибка или нет. Давайте здесь скажем, что самая частая ошибка, которая может причинять неудобства собственнику, вот по моему опыту, это ошибка в местоположении границ земельного участка. И она сейчас прекрасно идентифицируется при помощи сервиса «Публичная кадастровая карта». Вы заходите на публичную кадастровую карту, открываете по кадастровому номеру свой земельный участок, там весьма понятный интерфейс, это может делать практически любой человек. И у вас открывается карта, где видны ваши границы. Собственно, посмотрите их внимательно, а нет ли совершенно случайно пересечения с каким-то вашим любимым или, не дай Боже, нелюбимым соседом. И вот если вдруг получилось так, что оно есть, вам в Росреестр за исправлением реестровой ошибки. Вот помимо границ участка, какие еще есть примеры реестровых ошибок? Это вот самая такая печальная, потому что она конфликтная. Нет, кстати, она не всегда конфликтная, ведь есть же сосед добрый, с которым вы совершенно не ссорились, и четко понимаете, что забор у вас один, и не менялся 30 лет. А, ну да, да, да. Так вот, это не такая тягощенная ситуация. На самом деле, это самая частая ошибка именно в местоположении границ. Почему? Потому что ошибиться ведь можно в чем угодно, да, в данном случае ошибка в координатах, а мог ошибиться кто-то, указав, например, неверное значение площади. Вам администрация предоставила 600 квадратных метров, а, например, указали в межевом плане 6000 или 60. Ну, 1-0 или лишний напечатали, или недопечатали. Совершенно очевидно, что по координатам у вас те же 600 метров, у вас ни больше, ни меньше. Вот такая ошибка, она требует чего? Исправление в акте, то есть в том акте, в котором написано, что это не 600 искомые, а 60 или 6000, вот именно там нужно исправить ошибку, и она исправится таким образом. Мы таким образом, мы это специалисты, делим ошибки на графические и семантические. То есть любая ошибка в словах, буквах, цифрах, это семантическая ошибка, а любая ошибка в графическом отображении, она, соответственно, она уже пространственная. Вот тогда откуда они берутся, вот эти ошибки? То есть в чём изначальная причина? Ну, понятно, что человеческий фактор здесь тоже присутствует, но кроме этого, что ещё? Давайте для начала определимся, что у нас есть три, точнее, два способа поступления документов с ошибками. Один наиболее распространённый, это когда человек сам пришёл, принёс документы, а в них ошибка. Мы воспроизвели ошибку, вот она, реестр ошибки. Это его ошибка? Это не сказать, что его ошибка, это ошибка в принесённых им документах. Тут вопрос в способе входа в ведомство профильное. А вот второй способ входа – это межведомственное взаимодействие. Ведь помимо того, что к нам приходят граждане и приносят свои документы, мы очень масштабно взаимодействуем с органами государственной власти, с органами местного самоуправления. Они огромный массив документации направляют в ведомство Росреестра, минуя правообладателей. Вот если вы не знали, адрес объекта недвижимости вносится практически без вашего участия. Орган местного самоуправления сам внёс сведения, мы их сами взяли с определённого ресурса, сами внесли. Примерно по такой же схеме строится взаимодействие нашего ведомства в отношении всех объектов реестра границ. То есть если вы слышали такие слова, как граница населённого пункта, граница субъекта Российской Федерации, граница муниципального образования, территориальная зона, зона с особыми условиями использования территории. Вот здесь я примеры приведу. Береговая линия, слышали? Водоохранная зона, санитарно-защитная зона. Вот эти все документы, их огромный массив, и их же никогда не приносит правообладатель. Их всегда направляет в наше ведомство орган местного самоуправления или орган государственной власти. Вот это как раз межведомственное взаимодействие. Так вот, если орган ошибся по какой-то причине, прислал ему документ с ошибкой, это такая же реестровая ошибка, которую мы также будем устранять. Ну а для, так сказать, телезрителей, которые не участвуют в межведомственном взаимодействии, которые сами приходили, сами документы в своё время приносили, а сейчас вдруг обнаружили, собственно, тот вопрос, который вы задали. А откуда она взялась, реестровая ошибка? И иллюстрируя ваш пример, вы его прекрасно привели, то есть человек сейчас, как правило, третий, пятый покупатель у объекта, он хочет знать, откуда она взялась. Я же покупал, всё же было нормально. Как правило, покупал, не посмотрел. Как раз на сервис публичная кадастровая карта, либо вообще там не обнаружил свой объект. И вот к вопросу, а откуда же взялась реестровая ошибка? Большей частью они взялись как наследие. Ведь система государственной регистрации, система государственного кадастрового учёта, она выстраивалась в последние 20 лет, и это выстраивание шло очень интенсивно. И если мы начинали с бумажных документов, 20-25 лет назад мы начинали с бумаги. У нас на каждый объект хранилась вот такая стопка бумаги, где были нарисованы всякие чертежи и прочее. То сейчас мы до чего дошли? Набираешь кадастровый номер в любом гаджете, и ты видишь границы своего участка, и они доступны по всей России. Вообще, конечно, 21 век уникально. Да, централизация произошла. А теперь возвращаемся туда, 20 лет назад. Как производились измерения? Ну, если сейчас мы так подвинулись в гаджетах, то и средства измерения подвинулись очень сильно. А раньше они были, ну... Не такие точные. Это теодолиты, это тахеометры, это хорошая аппаратура, достаточно точная, но в ней всегда есть человек. А человек всегда может ошибиться. Более того, есть целая сеть государственных геодезических станций, которая выстраивалась в 30-е-50-е годы. Представляете, это все ручной труд. Как вы считаете, там могли люди не ошибаться? Я полагаю, что не могли. Человеческий фактор был всегда. Ну, конечно, это очевидно. Вот, собственно, оттуда, исходя из того, какие средства измерения применялись, когда-то в определенное время, когда ваш участок в далекие, там, 2000-е, ставился на кадастровый учет, могли быть допущены ошибки, которые привели к смещению границ земельного участка. Их, то есть, самые пресловутые реестровые ошибки. Ошибки нужно исправлять. То есть, если ошибка есть, ее выявили, нужно исправлять. Кто исправляет, как исправляет, в какие сроки. И важный вопрос. Суд здесь нужно привлекать или не нужно? Это животрепещущий про суд, потому что все знают, какая это длительная процедура. Сразу скажу, не всегда суд обязателен. Более того, сейчас прекрасно есть бонус, я про него тоже расскажу. Бонус от государства нашего. Начнем с того, что как исправлять, да? Как она к нам пришла, эта ошибка, я же не зря в ответе на предыдущий вопрос говорила о том, как они к нам заходят. Способ поступления. Ее может принести нам заявитель, а может ее принести нам орган местного самоуправления через межведомственное взаимодействие. У закона ровные процедуры. Как внесли, так и исправляйте. С межведом все понятно. Если его внесли в порядке межведомственного взаимодействия, ровно так же исправляется. Нам приносит исправленный документ, мы исправляем реестровую ошибку. Теперь, что касается заявителя, вот здесь есть несколько способов. Тут уже есть некая градация. Если ошибка неквалифицированная, и можно соблюсти все те требования, которые закон предъявляет к ее исправлению, то вполне возможно, вы вызываете кадастрового инженера, он готовит межвый план для исправления реестровой ошибки, вы представляете его в многофункциональный центр, да, реестровая ошибка исправляется в течение очень короткого срока, совершенно бесплатно. Следующий этап. Вы не можете соблюсти те условия, которые заданы в законе. А именно, ну, самая частая ситуация, собственно, из-за чего все попадают в суд, это есть спор с соседом. Ну, никак вы не можете с ним договориться. И здесь большей частью это зависит даже не от самой ситуации, сколько, простите, от соседа. Ну, вот бывает так, что ситуация-то вполне себе разрешимая. Ну, нет взаимопонимания у соседей. Поэтому люди вынуждены ходить в суд и только там доказывать через орган судебной власти, что вот граница быть вот таким образом. Вот в этом тяжелом случае нужно ходить в суд. А есть еще один бонус, про который я тоже сказала чуть раньше. Собственно, государство предусмотрело ситуацию, когда Росреестр может исправлять ошибки самостоятельно. Вот здесь, если вы позволите, я остановлюсь чуть-чуть поподробнее. Какие именно ошибки Росреестр вправе исправить сам? Как раз-таки те, где допущены ошибки в сведениях о местоположении границ. То есть в тех самых координатах. Если мы понимаем, видим отчетливо, что ошибка такая допущена, у Росреестра есть законодательно установленная полномочия исправить эту ошибку самостоятельно. Разумеется, правообладатель об этом узнает. Почему? Потому что если его адрес электронной почты есть в реестре, то он получит соответствующее уведомление. А дальше вопрос, кто определяет координаты. Росреестр выявил ошибку. Вот здесь в свои права вступает Роскадастр, который также закон наделил полномочиями по определению границ. То есть я сегодня могу, имея право, определять координаты характерных точек границ, земельных участков, для того, чтобы ошибку, которую выявил Росреестр, исправить на карте и привести ее к пространственной частоте. То есть у вас есть полномочия для этого Роскадастра? Совершенно верно. Более того, мы делаем это не просто полномочия есть, так сказать, ну и мы ждем, когда мы что-то увидим. Нет, существует целый план по исправлению реестровых ошибок, поскольку, если вы смотрели, у нас есть такая национальная система пространственных данных, она стоит как поставленная президентом задача, которую нужно достигнуть к 2030 году. То есть эта система должна заработать полностью, вот в абсолютном режиме. И для того, чтобы добиться функционирования этой системы в нужном объеме, вот реестр недвижимости, а, собственно, объекты недвижимости, это пространственные объекты прежде всего, они должны обладать определенной степенью пространственной частоты, как раз-таки не содержать в себе пересечений, накладок, как их в простонародье называют. Вот именно с этим Росреестр и Роскадастр сейчас совместно борются. И достаточно значительные объемы мы уже, надо сказать, исправили за истекшие два года. И еще большие объемы нам предстоят. Ну, это понятно, это жизнь. Вот знаете, вопрос такой у меня возник. Как вы считаете, Евгения Васильевна, а нужно ли... Вернее, даже так, переформулирую вопрос. Очевидно, что собственнику исправлять реестровую ошибку необходимо. Но, а насколько с этим нужно спешить, насколько эта ошибка ему мешает, что называется, жить? А то, может быть, как бы можно и не торопиться, и когда-нибудь при случае... Спасибо вам большое за этот очень актуальный для меня вопрос, очень болезненный. Я исповедую вот ситуацию, что реестровую ошибку нужно исправлять сразу, как только ты о ней узнал. Никакого срока на, так сказать, на откладывание на потом его нет. Почему? Потому что столько жизненных ситуаций прошло через наши руки, когда прибегали заявители, плакали и кричали, что им нужно уехать, им нужно срочно продать, им нужно срочно совершить какие-то юридически значимые действия со своим объектом, а они выяснили, что этого объекта нет на карте, что у этого объекта пересечение с соседями и прочее. Причем у всех истории-то примерно одинаковые. Я живу там 30 лет. Как только я слышу эту фразу, я понимаю, что человек пришел с реестровой ошибкой. Я живу там 30 лет, я никогда с соседями не ругался, а в вашем реестре какие-то там ошибки допущены. Вот я бы сказала заявителям, может быть, моя позиция жестокая, простите меня, но я сказала бы так, видишь ошибку, беги и исправляй. Почему? Потому что ты не знаешь, возможно, у тебя ситуация окажется квалифицированной, и тебе вообще придется пойти в судебное ведомство. А это не месяц, не два, это с учетом судебных сроков и вообще загруженности наших судов. Ну, рассчитывайте примерно на полгода, пока вы подадите исковое заявление, пока его рассмотрят, пока все придут, пока все вопросы разрешатся. Это долго. И вот когда наступит важное время, вот тот рубеж, когда вы пересечете, когда вот вам нужно что-то сделать с этим объектом, а вы не можете, потому что у вас не решены вопросы, ну и потом поставьте себя на место покупателя потенциального для земельного участка. Золотые слова. Я открою публичную кадастровую карту, да, и скажу, а почему я должен покупать объект с вот такой неопределенностью? Или которого вообще нет. Или которого вообще нет на карте, совершенно правильно. Очень сомнительно. По мне так это снижает стоимость. То есть вас явно попросят подвинуться в цене покупатель, ну если он понимает, что возьмет на себя вот эту вот тяготу, да, по установлению, по исправлению ошибки, то есть ему же нужно инженера еще позвать и документы принести. А вдруг он не найдет оснований для исправления ошибки, а вдруг у него площадь изменится. Все эти нюансы могут возникнуть. Это риски, как говорят, не риски. Совершенно правильно. И я предпочитаю вот о таких рисках знать на начальном этапе, нежели на конечном, когда уже нужны готовые деньги за участок. Да, совершенно правильно. Вот, собственно, так. Разумно. Что делать собственникам, получившим решение государственного регистратора о необходимости исправления ошибки? То есть когда ему сверху говорят «исправь». Я позволю себе вас немножко поправить. Ведь как раз-таки ему говорят не о том, что «исправь», а ему говорят о том, что «мы выявили ошибку». Да, да, да. Более того, в этом же решении содержится информация о том, как мы хотим ее исправить. То есть решение регистратора всегда очень иллюстрированное. Там написано «мы выявили ошибку», «мы хотим исправить ее» и даем каталог координат на всякий случай, и даем значение площади, которая будет у вашего земельного участка. Здесь, собственно, есть несколько вариантов для дальнейших движений. Если правообладатель смотрит на свой объект, мы даем ему исправленную, так сказать, картинку, и понимать, что исправили вполне себе неплохо, то, в общем, это как раз тот самый бонус от государства. Мы исправили ошибку за государственный счет. Вашу ошибку, которую вообще-то вы должны были исправить. А вот если вдруг случилось так, что я четко понимаю, неправильно, не нужно меня вот таким способом мой участок исправлять. Почему? Потому что я не согласен с соседом. Он позавчера забор передвинул в мою сторону, а я по этому забору вам границу и отрисовала. Вот здесь нужно бежать, возражать. И, если позволите, я кратко для наших телезрителей опишу порядок действий. Если вы получили уведомление государственного регистратора о том, что выявлен реестровая ошибка в сведениях о конкретно вашем земельном участке, и вы не хотите такого исправления, закон предоставляет вам один месяц срока на то, чтобы найти кадастрового инженера и самостоятельно исправить свою реестровую ошибку тем способом, каким вам нравится. То есть вы нарисуете границы вашего участка так, как вам этого хочется. Не забудьте, что для реализации своих прав обязательно нужно явиться в Росреестр, подать заявление о том, что вы просите отсрочить на месяц внесение сведений в реестр об исправлении ошибки в том варианте, который вас, соответственно, не устраивает. И вот суммарно получается у вас два месяца срока на то, чтобы... то есть месяц всего регистратор ждет, пока вы придете к нему с возражением, если вдруг оно у вас появится. И еще на месяц можно продлить этот срок ожидания, чтобы найти инженера, подготовить межевой план, решить вопросы с соседями и подать самостоятельный межевой план. В этом случае орган регистрации исправлять ошибку так, как вам исходно предлагалось, не будет он исправить ее по вашим документам. А если он пропустит этот месяц, то все? Не скажу, что все. Мы ошибку, конечно, исправим. Но это не приговор, и это абсолютно не обозначает, что правообладатель, собравшись, так сказать, силами, с духом, не может пойти подготовить, опять же, межевой план и исправить еще раз, ну, уже вот исходя из той конкретной ситуации, которая сложилась на участке. Ну, вот, как правило, это споры с соседями, да, это перенесенные заборы, то есть то, что мы... Это квадратные метры, каждый стоит денег. Совершенно верно. Хорошо, что вы вспомнили про квадратные метры. Также, если вы мне позволите, я напомню нашим заявителям, ой, простите, телезрителям. Которые могут оказаться заявителями. Заявителями, вполне себе. Я напомню, очень важное ограничение у Росреестр есть в определении координат земельного участка. То есть Росреестр не вправе исправлять ошибку, если это приведет к увеличению площади земельного участка более чем на 10% и уменьшению площади более чем на 5%. Вот такие рамки для нас установили. Поэтому, если мы видим, что ошибку, которая приведет к гораздо большим исправлениям, мы, конечно же, исправлять ее не будем. И это плохо. Почему? Потому что объект остается неисправленным. С другой стороны, напомню про, так сказать, почему в этой части закон, на мой взгляд, весьма справедлив. Потому что здесь вот правообладатель очень сам заинтересован в том, чтобы, если его границы в реальности больше, чем 10% от площади, заявленной в реестре, у правообладателей есть гораздо более широкий инструментарий для деятельности. Есть правила землепользования и застройки, которые, как правило, устанавливают предельные размеры. И вот если вы исправляете собственный земельный участок, и, например, ваш участок находится в зоне G1, где установлен предельный размер, например, 300 квадратных метров, если ваша площадь в результате исправления будет больше, то есть, но в пределах 300 квадратных метров, вам это сделать позволено в заявительном порядке. А вот органу регистрации, вот для него этот норматив не действует. Для нас строго 10%. И сами понимаете, 600-метровый земельный участок, например, ну вот наши стандартные, у него плюс 10% это 60 квадратных метров, а у вас плюс 300. И это не обозначает, что плюс 300 я пошел, забрал соседний участок и пришел, попросил поставить мне 900 на учет. Это не так работает. Это работает на ситуации, когда вам исходно давали 600 по документам, ну, мерили там каким-то, какой-то треногой, да, и по факту получилось, ну, примерно 700. Вот мне, как Роскадастру, для определения координат, мне не хватит установленного законом лимитов 10%, я не помещусь, потому что у вас плюс 100 квадратных метров образовалось. А если вы самостоятельно будете это исправлять, то вполне поместитесь, потому что у вас по закону плюс 300. Ну да, это в пользу, скажем так, физического лица, причем очень существенные, прям вот, ну, привилегии, я бы сказал, очень существенные. И, кстати, хорошо, что это сам собственник может делать. Вот тогда еще один вопрос. А может ли ошибку исправить, может ли ошибка быть исправлена без ведома владельца? Здесь, в сущности, без ведома она исправлена быть, наверное, все-таки по определению не может, потому что предусмотрено, что когда ее исправляет Росреестр, он уведомляет правообладателя. Но есть нюанс. Уведомлять правообладателя мы должны только в электронном виде по средствам электронной почты. Поэтому опять обращаюсь, да, я могу пользоваться вашей трибуной, я обращаюсь к правообладателям с вопросом о том, что вы уверены, что ваш адрес электронной почты есть в едином реестре недвижимости. Если не уверены, то лучше это сделать, лучше внести информацию об адресе вашей электронной почты, чтобы взаимодействие с ведомством стало у вас гораздо более эффективным и быстрым. Как раз для случаев реестровой ошибки это жизненно необходимо, потому что если у вас нет адреса электронной почты, то вы можете просто не узнать о проводимых мероприятиях. Ну да, и адрес желательно, чтобы был актуальный, и чтобы вы читали эту почту. А то иначе как бы получается, что люди пишут-пишут, а ответа нет, но это тоже довольно странная ситуация. Наверное. Вообще мы очень рассчитываем на то, что в ближайшее время доработают портал госуслуг, и вот это приложение госуслуги, которое такое удобное у нас в телефоне есть, там уже сейчас организовано взаимодействие, например, с нашим ведомством, с Роскадастром, да, вы знаете, что можно выписку получить, о своем объекте недвижимости совершенно бесплатно, просто проверить, все ли с ним в порядке. Вот. Мы очень надеемся, что в ближайшее время все-таки произойдет доработка этого сервиса совместными усилиями Минцифры и Росреестра, и как раз очень важное и значимое уведомление можно будет правообладателю направлять через личный кабинет госуслуг. Это, конечно, существенно облегчит наше взаимодействие, это выведет его на качественно новый уровень. Ну, пока ждем, и взаимодействуем так, как есть. Есть еще один момент, на который я бы хотела обратить внимание. Есть в законе ситуация, когда исправить реестровую ошибку у соседа, например, можно без его отдельного заявления. То есть человек не пойдет в МФЦ, не будет подавать отдельную заявку. На что нужно обратить внимание, как здесь не быть обманутым, то есть в каких ситуациях это работает. Если ваш сосед производит межевые работы, и к вам подходит кадастровый инженер и говорит, мы вот по этому забору измеряем вашу границу, будьте добры, подпишите, пожалуйста, акт согласования. При наличии личной подписи в акте согласования ваш земельный участок можно, так сказать, подвинуть. Поэтому очень внимательно нужно взаимодействовать с кадастровым инженером. Во-первых, нужно смотреть, как он измеряет, какие конкретно межевые знаки кадастровый инженер использует в определении вашей смежной границы. Неплохо бы поинтересоваться, какой будет результат. То есть изменится ваша граница, не изменится ваша граница. Здесь отмечу, что это касается в основном тех, у кого граница не уточнена в кадастре. Если у вас уточненные границы, то, как правило, к вам кадастровый инженер даже не подойдет. Вот. И если вы знаете, что ваша граница уточнена, а инженер к вам подошел и сказал, что требуется ваша личная подпись, вот здесь стоит задуматься, поинтересоваться, почему вы требуете мою личную подпись, значит, вы будете двигать мою границу. А перемещение моей границы, да, нужно же зряче к этому подходить, нужно бы посмотреть, что в итоге-то получилось. Ведь если вас смещают в вашу же сторону, вы теряете площадь, в другую сторону вы ее увеличиваете. Полагаю, что о таких вещах нужно бы задуматься. Обязательно нужно всегда взаимодействовать с кадастровыми инженерами. Я за то, что кадастровый инженер – это тот, кто своими ногами, что называется, истоптал пол России. Поэтому к этой профессии я отношусь с большим пиететом. И очень мне не нравятся ситуации, когда у меня все уформлено, отойдите от меня. Вот так себя вести не нужно. Это тяжелейшая профессия. Но проверять, что вам дает кадастровый инженер, нужно обязательно. Осталось совсем немного времени, мне подсказывают. Вот прям кратенько. Можно ли установить границы участка собственнику, если Росреестр ранее уже исправил ошибку? Да, совершенно правильно, можно. Если Росреестр по своей инициативе исправил ошибку, и вы понимаете, что это неправильное исправление, то есть вы хотите решить какой-то вопрос с соседом, у вас, например, не согласована была граница или еще что-то. То есть такая для нас не очевидная внешняя ошибка для нашего ведомства, а для вас вполне себе земная ситуация. После того, как произошло исправление по инициативе Росреестра, государственного регистратора, вы можете подготовить межевой план, обратившись к кадастровому инженеру, и подать эти документы в Росреестр, и исправить Реестр в ошибку в обычном способе. Большое спасибо за интересную и очень практически полезную беседу. Надеюсь, увидимся еще вновь, потому что на самом деле земля и вопросы собственности, но это чрезвычайно важно. Спасибо вам. Напоминаю, в нашей студии была заместитель директора, главный технолог филиала ППК Роскадастр по Самарской области Евгения Дроздова. И будьте внимательны, смотрите, что вы подписываете в документах. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин